Грамотные посты в интернет-платформах и корректные комментарии религиозной тематики. Это лишь некоторые вопросы, которые рассматривали на обучающем семинаре имамы Кустанайской области. Один из слушателей – имам Житикаринской района мечети Сабыржан Ясмурзин. Духовный глава рассказывает, что уровень религиозной грамотности молодых людей невысок. Отсюда есть риск поддаться на доступные в интернете псевдорелигиозные материалы, сайты и высказывания. Молодежь наша в данный момент очень подвластна интернет-ресурсам. И в большинстве случаев религиозные знания пытаются брать легким путем, то есть через интернет, через лекции, аудиолекции, видеолекции. И в большинстве случаев они попадают в разные деструктивные течения. Чтобы не допустить влияния сомнительных религиозных порталов, уверен имам Ясмурзин, важно пропагандировать традиционный ислам, который против терроризма и экстремизма. Информация духовного толка, поясняет Асхат Яркимбай, тренер, прибывший на семинары из Алматы, требует особой подачи. Религия не изменилась, говорит специалист. Изменились способы ее нахождения. Именно поэтому духовенство готово работать в интернете. Я буду делиться опытом новыми инструментами. Это блоги, социальные сети, электронные рассылки. И участники сами решат, какие инструменты для них удобнее, потому что они хорошо знают свою аудиторию, чем я. Я вот поделюсь информацией, кто сейчас в интернете ищет информацию именно на казахском языке. Какой их портрет, что им интересно и как лучше с ними работать. В обучающем семинаре приняли участие около 50 имамов со всей области. Кстати, сам семинар является частью проекта по профилактике религиозного экстремизма.